Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы». Я читаю за вас Facebook, Twitter и Telegram и смотрю YouTube, чтобы сэкономить ваше время и пересказать вам, как реагировали ваши любимые и нелюбимые сетевые комментаторы на события последних дней. Тема этого выпуска – курс российского рубля, 500 дней войны и возвращение в Украину защитников Азовстали. 6 июня на Мосбирже за 1 доллар давали 93 рубля, а курс евро преодолел психологическую отметку в 100 рублей. Более 90 рублей доллар стоил только в первые дни российского вторжения в Украину – в феврале 2022 года. Плавающий курс рубля стремительно превращается в тонущий. Эту шутку в соцсетях цитировали особенно часто. Такое развитие событий было неизбежно, считают некоторые блогеры. Андрей Мальгин. Ну, наконец-то, недолго рубль мучился. Роман Бевзенко. Я так понимаю, в великую валютную войну президент Путин проиграл. Эксперты называют сразу несколько причин для падения курса рубля к доллару и евро. Кто-то считает, что курс снизил Центробанк, чтобы пополнить российский бюджет. Специалисты Центробанка называют это теорией заговора и говорят о падении объема внешней торговли. Свою роль наверняка сыграл и вывод капиталов из России за рубеж после Пригожинского бунта. Об этом говорит в том числе экономист Сергей Алексашенко на канале Бильд на русском. Может быть, это связано с тем, что наступает летний сезон отпусков, но как-то, вы знаете, совпало с тем, что был мятеж Пригожин и уже в эти выходные люди полетели за границу. Опять мы видим то, что происходит на валютном рынке. Рубль продолжает уверенное движение вниз и это при том, что платежный баланс, торговые сальдо, сальдо текущих операций, они достаточно комфортны для России. Это означает, что отток капитала, то есть люди уводят деньги из России и это первый признак такого политико-экономического неблагополучия, недоверия к будущему экономике страны. Так или иначе, россияне в который раз обреченно вздохнули и потянулись в обменные пункты и магазины. Николай Данилов. С утра пораньше дети заплакали, глухоматерящиеся пенсионеры потянулись к обменникам, а женщины по привычке начали выметать с маркетплейсов тампоны, прокладки, остатки хорошего мыла. Екатерина Винокурова. В 2014 году я сообразила, что как только на закрытых лентах новостей видишь, что внесен пакет санкций против России, беги и выгребай сперва все свои сбережения, а потом все обменники в округе буквально по 100 евро. Сейчас у меня ничего особо нет, поэтому я просто советую, если видите панику и запланированные важные покупки, успейте сделать, но не накупайте лишнего, а глобально ничего не исправить. Чиновники тем временем утверждают, что ничего драматичного не происходит. Глава Центробанка Эльвира Набиулина заявила, что благодаря плавающему курсу экономике будет проще справляться с изменениями. С тем, что все не так уж плохо, соглашается экономист Олег Ицфоки на канале популярная политика. В целом это не критическая ситуация, это не кризис 98 года, когда там цены на нефть в преддверии его упали до 10 долларов за баррель. Это не кризис 14 года, когда цены на нефть тоже в три раза упали. Это снижение доходов на 10-20 процентов при очень высоких расходах на войну. Есть еще некоторый буфер, чтобы с этим справляться. Опять же, часто любят говорить о высоком профессионализме этих людей, но надо понимать, что когда есть доходы, решить, как их рассортировать по экономике, это большая задача. Действительно, пока эти доходы сохраняются, и мы видим, что это статус-кво сейчас, что Россия будет продавать нефть Китаю по мировым ценам, Индии, Турции со скидкой. Я пока, честно говоря, из данных не видел. Должны вот сейчас появиться данные за первое полугодие, за второй портал, в первую очередь, куда продаются нефтепродукты. Они, как мы видим, продаются, но не в Европу, и надо понять, куда они уходят. Мы пока этого не знаем. Но, тем не менее, доходы получаются. Опять же, в этом смысле с экономикой никаких кризисных острых ситуаций нет. Это такой долгосрочный, вялотекущий кризис, стагнации в экономике. Часть граждан России наверняка ничего не заметят, иронизирует Максим Мирович. Экономика РФ рушится, но многие ее патриотические граждане просто не понимают, что происходит. Ватники представляют обесценивание рубля, как будто несчастный доллар обступает все больше и больше рассерженных рублей, и от этой картины наполняются гордостью. Один вчера мне вообще написал, что водка стала даже дешевле, и жизнь наладилась. На российской экономике начинает всерьез сказываться цена войны. Это признают и некоторые чиновники. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что причиной падения рубля стали в том числе расходы на так называемые ДНР и ЛНР, а также оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Эффект от санкций тоже будет нарастать, отмечает экономист Андрей Яковлев на канале Ходорковский Лаев. С одной стороны, произошла адаптация, безусловно, и адаптация произошла во многом вопреки ожиданиям западных экспертов и, так сказать, людей, принимавших решения, потому что они рассчитывали на то, что санкции окажут разрушающую воздействие на российскую экономику. Этого не произошло, безусловно. И, на мой взгляд, это получилось так, потому что экономика при всем при том была рыночная. При всех госкорпорациях и, так сказать, при всем влиянии государства за 30 лет рыночную экономику построили. И она на себе гораздо более гибкая и адаптивная к внешним шокам, чем любая плановая или административная экономика. Но, тем не менее, действуют долгосрочные эффекты санкций. Потому что дело не только в том, что нам ограничили, например, импорт каких-то потребительских товаров из Европы. Вот именно эти товары, ну, худо-бедно, как-то через третьи страны поставляются, там через Китай, через Турцию, через кого-то еще. Но есть, во-первых, факторы, связанные с ограничением доходов от экспорта за счет вот этого самого потолка цен на российские энергоносители, которые Европа и Штаты долго согласовывали, ввели в конце прошлого года, и он уже действует. И это оказывает долгосрочный эффект. И есть в целом, на самом деле, все равно эффект изоляции российской экономики от западных рынков, потому что принципиальная установка, допустим, в Европе, она сейчас вводится к тому, чтобы отказаться максимально от любых поставок сырьевых ресурсов из России. Потому что они это воспринимают сейчас для себя как фактор угрозы политической, возможно. Потому что они это, безусловно, экономически проигрывают. Вот эта внешняя торговля, которая была до того, она была взаимовыгодна, и она была выгодна и для Европы, и для России. И, собственно, установка Европы, ну, в частности, немцев, была на том, что именно через эту экономическую интеграцию они хотели удержать Россию от необдуманных шагов. Это не получилось. И сейчас на политическом уровне у них, несмотря на все экономические потери, которые у них есть, у них установка на максимальную дезинтеграцию с Россией. И это будет дальше, безусловно, влиять на доходы от экспорта с российской стороны. Такой метод укрепления экономики, как прекращение бессмысленной кровавой войны и противостояние со всем цивилизованным миром, в российских верхах почему-то всерьез не рассматривают. Иронизирует публицист Андрей Николин. Серьезную обратную коррекцию рубля, то есть его укрепление, может дать только примирение с Западом, снятие санкций, восстановление торговли с Европой и, соответственно, приток валюты за проданные энергоносители, а также мощная волна инвестиций со всего мира в восстанавливающийся российский рынок, существующий, наконец, в ситуации торжества правосудия, неприкосновенности частной собственности и с минимальным регулированием. Вероятность этого сценария можете оценить сами. Украинцы с нетерпением ждут, когда Россию охватят полномасштабный экономический и политический кризис и Кремлю станет не до войны, комментирует на своем канале публицист Иван Яковина. Да, достаточно скоро кончатся деньги в российской власти. Я знаю, что я это говорил уже много раз, но вот сейчас симптомы... Ну, тогда не было нормальных санкций, на которые я надеялся, кстати. Первый год Запад вообще никаких санкций против нефти не вводил российской, например. Хотя их надо было вводить уже, блин, в феврале 22-го года. Ну, ладно, вот ввели их с января текущего года, и то как бы очень поздно, но и то спасибо. Поэтому, я думаю, да, к концу года в России начнется полномасштабный экономический кризис просто из-за того, что денег нет. И из-за этого, да, скорее всего, будут проблемы с обеспечением социальной стабильности и, как следствие, стабильности политической, что, скорее всего, приведет к очередным политическим серьезным потрясениям внутри российской столицы, что, конечно, на Украине на руку. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Права человека — это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу. Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова и Наталья Чампаладова. Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05. Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. 8 июля исполнилось 500 дней с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Эти 500 дней непоправимо изменили жизни многих людей. Аркадий Дугнов. 500 дней ужаса позади. Никто не знает, сколько людей погибло, а сколько искалечено. Никто не знает, сколько людей сошло с ума и сколько жизни разрушено. Никто не знает, сколько мерзостей сотворено и сколько несчастья разлито. Но знаем, сколько лжи наговорено и сколько смыслов утеряно. Помните, первые 500 дней. Сергей Медведев. А помните, у Явлинского была программа «500 дней», а тут 500 дней, которые так перевернули Россию, что никакому Явлинскому и не снилось. Кирилл Гончаров. 500 дней мы живем в другой стране. И я сейчас не про Грузию. Политолог Федор Крашененников вспоминает об эмоциях, которые захлестнули всех в первые дни войны. И огорчается, что сейчас она превратилась в некий привычный фон нашей жизни. Довольно грустная, ужасная дата. Я думаю, что если бы нам всем в первый день войны в феврале 2022 года сказали, что это затянется так надолго, наверное, многие из нас бы не поверили. Потому что настроение первых дней, как вы помните, было другое. Казалось, что это безумие не может длиться долго. Плюс был какой-то вау возмущения, комментариев. И все сразу пошло не по плану. И было такое ощущение, что это не может длиться долго, что это кончится буквально, не знаю, за несколько недель. Там ракеты кончатся, патроны кончатся, солдаты кончатся. Все кончится, и война остановится, и развалится, и разбежится российская армия, и так далее, и так далее. Но в всяком случае, вот с нашей, с оппозиционной стороны, такие были ощущения. Да, и не только, и многих в России тоже. Но оказалось, что это все не быстро. Уже больше года, уже полтора года идет война, и конца края этому не видно. Это очень грустно. И все это время мы ведем эти разговоры и здесь, и на других каналах. И мы понимаем, что война остается фон. Война продолжается. Мы разговариваем, а где-то гибнут люди, где-то горят мирные города, где-то тут обстрелы. В больницах страдают люди, молодые люди остаются инвалидами. Я, прежде всего, конечно, говорю об украинцах, потому что они эту войну не начинали. Они в этой войне оказались вовлечены, потому что Путин начал эту войну. Не надо забывать это ни на щеку. Несмотря на то, что в Украине продолжают гибнуть мирные жители, в том числе дети, многие украинцы встретили этот день с менее мрачным настроением, чем россияне. Война мобилизовала украинское общество. Многие стали настоящими патриотами своей страны. Ее армия и президент вызывают заслуженную гордость. Чего не скажешь о России, отмечает оппозиционный публицист Альфред Кух. Вынужденная мобилизация 300 тысяч, исход молодежи за кордон, мятеж Пригожина, ропот в армии, танки 55-го года и снаряды 39-го года, трехлинейки Мосина и трупы, 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 сотни тысяч трупов. И теперь, как большое достижение, почти триумф. Мы еще держимся. Наступление ВСУ идет медленно. Смотрите, какие хорошие окопы мы накопали. Мы почти не отступаем. Ну, если только чуть-чуть, не сильно. Давайте начнем переговоры. Ну, пожалуйста, мы хотим все это остановить. Оставьте же нам хоть что-нибудь. Если это не победа, то что это? Ведь если путинский план рухнул, значит, он потерпел поражение. Но если враг потерпел поражение, значит, Украина победила. Ведь одного без другого не бывает. Поражение одного всегда означает победу другого. Теперь уже идет борьба за полную и окончательную победу, за разгром путинского войска. Но это уже другая задача. Украина хочет чистой победы, а не по очкам. Но согласитесь, победа по очкам уже есть. Путин хотел прикончить украинское государство, а оно живехонькое и стало даже крепче. И в обозримой перспективе оно будет в ЕС и НАТО, то есть там, куда Путин его не хотел пускать. Институт изучения войны отмечает, что за 500 дней Россия не достигла ни одной запланированной цели, так называемой специальной военной операции. Это не в силах отрицать даже прокремлевский политолог Сергей Марков. Год назад мы обсуждали, возьмет ли армия России Харьков или Одессу. А сейчас мы обсуждаем, возьмет ли армия Украины Такмак и Энергодар. И так не должно быть. Это все значит, что что-то очень существенное в нашей политике надо сильно менять. Это неправильные тренды. Такие тренды должны быть переломлены. Украинский политолог Михаил Шейтельман призывает россиян переломить другой тренд и просто отказаться от участия в бессмысленной путинской бойне. Пятисотый на нынешнем языке современной российской военной мысли. Вот есть двухсотый – это убитый, трехсотый – раненый, вы слышали. А пятисотый – это дезертир. Поэтому на 500 дней мы пожелаем всем российским военным одного. Станьте пятисотыми. В честь пятисотого дня каждый российский военный имеет шанс стать пятисотым. Это спасет его жизнь. Честь России тоже не спасет, потому что ее просто нет. Но это спасет его жизнь, спасет жизни многих украинцев. Избавит нас от продолжения этой ужасной войны. Избавит нас от необходимости когда-нибудь отмечать тысячный день этой войны. Давайте, может, остановимся на этой пятой сотне. Но надежды на это мало, пишет оппозиционный публицист Игорь Эйдман. Приехал друг из Питера, рассказал, как там дела. Люди стараются уговорить себя, что все нормально, а война их не касается. Главный аргумент – деньги можно зарабатывать и есть где потратить. Они уверены, что ничего страшного с ними не произойдет и не понимают, что их страна приближается к катастрофе. У большинства нет ни военно-патриотического энтузиазма, ни чувства ответственности за агрессию против Украины. Война воспринимается как явление природы. Зачем-то началось и как-то пройдет сама собой. Все со временем рассосется, забудется и простится. Как тут не вспомнить незабвенного веничку? У моего народа какие глаза? Они постоянно на выкате, но никакого напряжения у них. Что бы ни случилось с моей страной, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий эти глаза не сморгнут. Им все – божья роса. Блаженный идиотизм и нравственная глухота российских обывателей не спасет их от приближающейся катастрофы. Один из самых резонансных и грустных постов последних дней написал о состоянии российского общества политолог Владимир Пастухов. Лично для меня прошедшие 500 дней войны стали эмпирическим подтверждением того, что происходящее в России нельзя объяснить пропагандой. Влияние пропаганды колоссально, но именно потому, что есть нечто большее, что делает ее настолько эффективной. Пропаганда сработала как кумулятивный снаряд. Пробив первую линию обороны сознания, она взорвалась в коллективном бессознательном русского народа и активировала его архаичные структуры, которые в итоге и взяли сознание под полный контроль. Загнать их обратно в подсознание, опираясь исключительно на рациональные аргументы, вряд ли получится. Это значит, что выздоровление российского общества не будет ни быстрым, ни прямолинейным. Для того, чтобы выйти из того леса, куда Россия зашла за прошедшие 500 дней, не хватит и следующих 5000 дней. Выход из цивилизации стоит рубль, а обратный вход минимум два. В 500-й день войны Владимир Зеленский посетил остров Змеиный, захваченный Россией в начале войны и освобожденный украинцами. Тот самый остров, с которого послали по известному адресу российский военный корабль. После этого Зеленский отправился в Стамбул, где он встретился с Эрдоганом и вернулся с этой встречи с важнейшим подарком для своей страны и главнокомандующего ВСУ Залужного, которому в этот день исполнилось 50 лет. На родину вернулись взятые в плен защитники Азовстали, которые по условиям их обмена на Медведчука последние месяцы содержались в Турции. Турция снимает с этой войны все сливки, пишет Анакинтий Буковский. Как же Турция выжимает максимум из российско-украинской войны? Она и посредник на переговорах, она и поставщик оружия Украине, она и помощник России в обходе санкций, тонко ослабляет каждую из сторон и одновременно уже через Азербайджан давит на несчастную Армению, брошенную и преданную России, и забирает на Горный Карабах. При этом Турция остается главным геополитическим соперником Украины и России, так было и будет всегда, в регионе Черного моря. И кажется, именно Турция выйдет главным выгодоприобретателем из этой войны. А вот Путин от этой истории не получил ничего, кроме унижения. Комментирует на своем канале публицист Александр Невзоров. Если мы говорим про то, что есть как бы разные башни, башни величия, башни власти, и вообще символические башни, то есть, например, Пизанская башня, да, и есть башня кремлевского Саурончика Путина. И вот если отклонение от вертикали Пизанской башни составляет где-то, я уж не помню, то ли 3, то ли 4 градуса, то башня власти, вертикаль власти Путина отклоняется от вертикали существенно больше и уже собирается рухнуть. Но, правда, Пизанская башня находится в Пизе, Путинская башня находится примерно там же, а буквы вы можете подставить сами. Недостающая. Итак, ну вот то, что Владимир Владимирович Путин является пуйлом, теперь написано на скрижалях человечества и по-турецки. Сегодня Путин получил от Эрдогана, получил пренебрежительный, унизительнейший, опускательный шлепок по физиономии, и он ничем не может ответить. В этом эрдогановском действии потенциал унижения почти такой же, как в Пригожинском мятеже. Если Пригожинский мятеж показал несостоятельность всех внутренних конструкций России, то эрдогановское опускание Путина, оно продемонстрировало ничтожество Путина в современном мире. Ну, заодно, кстати говоря, и Вильнюсский саммит, на который теперь Россия тоже обречена глухо лаять из-под какого-то забора, и на который теперь не допущен ни один представитель России. Так что Путин целый день, вероятно, крутился перед зеркалом, рассматривая новые очередные фингалы на своей физиономии. А азовцы, да, действительно, азовцы. Освобождены они уже в Украине, и это означает только одно, что скоро в Украине будет и Мариуполь. Я знаю этих людей, знаю хорошо, и догадываюсь, зачем они возвращаются. Так называемых зет-патриотов новость о возвращении азовцев в Украину привела в шок. Их в очередной раз поставили перед унизительным фактом, сетует пропагандист Андрей Медведев. Хочется верить, что когда сделку заключали по обмену, ее авторы все понимали, и про Турцию, и про нашу ситуацию. Что был особый резон к обмену, что поменяли нацистов не только на Медведчука, слушал я и про летчиков, и про агентуру, но это же все на уровне разговора, с которым вопросов куча. Почему? Зачем? Кадры, где Зеленский встречает азовцев, конечно, сейчас у многих в России почву из-под ног выбьют. Надо вещи называть своими именами. Сейчас у многих в голове вопрос, а за что мы вообще воюем, если вот такое происходит? Но вообще история показывает, что русский человек может простить власти ошибки. И глупость тоже. Или, скажем, человеческие пороки лидера, скажем, страсть к выпивке. Многое может простить. В этом смысле русский человек вполне по-христиански воспринимает мир, типа, кто не без греха? Мы все грешны. Русский человек не прощает, когда ему кажется, что власть слабая или лукавая. Русский человек так устроен, что он хочет понимать, что произошло. Ему нужно, чтобы с ним разговаривали. Но если патриотам что-нибудь и скажут, то наверняка это будет очередная вариация на тему «Нас обманули, кинули и подставили». Не зря в провоенных телеграм-каналах весь день постили на леску и соответствующих фразочек Путина. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Обманули. Просто водили за нос, обманывали. Ну, не в первый раз такое с нами происходит. По плану. Но пока Путин не удостоил патриотов даже таким недообъяснением. Негодует Виктор Алкснис. Я ничего не пропустил. Президент РФ, как обычно, сделал вид, что не заметил очередного плевка в лицо, на этот раз от друга Эрдогана. Причем уже не в первый раз. Неужели президент РФ не понимает, что плюют в лицо не только ему, но и России в целом? Не думаю, что я слишком драматизирую ситуацию, но все мои попытки найти аналоги унижения и позора, которые переживает Россия в последние годы, окончились безрезультатно. В нашей истории такого еще не было. При этом провоенные блогеры еще не пришли в себя после предыдущего обмена азовцев на Медведчука. Борис Рожин. Главари Азова, которые находились с прошлого года в Турции после обмена, возвращаются на Украину. Рассказы о том, что они там будут находиться до конца войны, так и остались рассказами. Зато у нас есть Медведчук. И все-таки, зачем нам Медведчук? А еще у россиян есть Владимир Путин. Вроде бы страшный и ужасный, но на поверку довольно-таки жалкий, констатирует на своем канале оппозиционный политик Максим Кац. Что же это у нас за людоед такой? Что же это за крутой император Путин, который полтора года только ну и ты жалуется? Все его кидают, все обманывают, каждый норовит надуть. А он ничего не может поделать. НАТО обещало не расширяться на восток, прям мамой клялось, что не будет. А само еще как расширилось. Пригожную за год заплатили два бюджета Екатеринбурга, а тут взял и поднял бунт. Эрдоган слово давал, что командира Азова в Турции до конца войны, а Зеленский приехал и забрал их домой. Что же это за сильный лидер, с которым все себя ведут, как с дворовым чмошником и не дают спокойно дойти до школы? Хулиганы завтрак отобрали, жулики на телефон развели, еще звонок не прозвенел, уже портфель в туалет выбросили. Все шпыняют, все обманывают, никто ни во что не ставит. Нет, несчастная провоенная публика уже привыкла. Недели не проходят, чтобы их лидера кто-то не обидел. А главное, ответить он не может, нечем. Вот и получается, что это не они могут гулять по буфету, как хотят, потому что сильные и вооруженные. Это с ними можно делать что угодно. Поставлять Украине любое оружие, нарушать договоренности, выписать ордер на арест главы государства. А они просто публично пожалуются и постараются все забыть до следующего раза. Именно к этому все и идет, пишут политологи. Татьяна Становая. И МИД, и СМИ, очевидно, пытаются замять историю с азовцами. То есть никакой волны яростного возмущения не поднимается. Косвенно это сигнал, что Кремль был в курсе, и решение Эрдогана так или иначе согласовано. В кавычках, так как Путин, конечно, не согласен, но принял как есть в силу каких-то пока неясных причин. Константин Калачев. Тот случай, когда я расхожусь во мнении с коллегой. Если возвращение командиров Азова не было согласовано с Кремлем, то надо эту тему замять побыстрее. Как и в случае с маршем Пригожина. Украинцы и российская оппозиция злорадствуют. Денис Казанский. Те же самые Z-блогеры, которые всего месяц назад болели за Эрдогана на выборах, уверяя свою аудиторию, что он для России лучше турецкой оппозиции, теперь подпрыгивают на своих диванах, доказывая, что подлея Эрдогана нет на всей земле. Уже челюсть болит смеяться, глядя на все это. Обманули, обманули. А помните, как Россия две недели клятвенно уверяла весь мир, что не собирается нападать на Украину? Что все разговоры на этот счет – ложь и клевета. А потом просто в один миг растоптала Минские соглашения и ночью атаковала Украину танками и ракетами. Вы же сами показали, что так можно. Вот и не обижайтесь. Нет больше ни у кого никаких моральных обязательств перед Россией. О том, как непросто приходится российским патриотам, рассуждает на своем канале журналист Майкл Найки. Вообще не сладка участь зет-гниды, ну то есть человека, который поддерживает войну и российскую армию. Потому что с одной стороны, ну ты и так фашист, ты и так человек, который вынужден рассказывать, что убивать других людей – это хорошо, вынужден рассказывать, что нападать на другие страны – это хорошо. Но помимо этого еще постоянно происходят всевозможные предательства. Предательство от мятежников, предательство от других стран, предательство от отдельных пропагандистов, предательство от деятелей культуры, предательство от самой власти и Владимира Путина. В общем, постоянно ты живешь с ножами в спине, и уже такой практически панцирь из них получается. Риджи Апардаган объявил, что через месяц он встретится с Владимиром Путиным, и блогеры уже строят предположения о том, чем может завершиться такая встреча. Разнообразием они не отличаются. Марат Гельман Эрдоган может стать национальным героем минимум в двух странах – Украине и России. Во время встречи с Путиным арестовать его и отправить в Гаагу. Игорь Стрелков На месте Владимира Владимировича я бы не рисковал принимать предложение Эрдогана встретиться с ним в Турции, поскольку наглядно растет вероятность, что нашего президента забудут оповестить о предстоящем этапировании в Гаагу. Андрей Десницкий Мечта на август. Уважаемый пассажир, по метеоусловиям спецрейс «Анкара-Москва» совершит посадку в аэропорту «Схипхолл», расположенный между столицами Нидерландского королевства, Амстердамом и городом-героем Гаагой. Просьба подготовиться к посадке. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!